всем привет с вами ted и сегодня мы узнаем какой юнит в starcraft 2 имба мы сделаем полный терлист каждого юнита и собственно окончательно поймем какая раз и самая сильная на зерк тиран или протас также ребята давайте досмотрите эту тему до конца всю я буду по каждому нету давать свое мнение собственно мне интересно ваше мнение пишите обязательно в комменты и вообще давайте всем нашим небольшим снг коммунити порассуждаем на тему и мы в starcraft 2 поэтому кидайте это видео вашему любому любимому стримеру это будет alex 007 кабе не дает вот кто ваш любимый стример кидайте им этот видос может они тоже хотят сделать терлист и поспорить это будет очень интересно вот и мы начнем собственно этот терлист я думаю с рабочих думает а грамотная история начать с таких у юнитов которые как бы и не юниты и наверное с того что вообще расскажем что у нас значит примерно наши тиры то есть d это в принципе бесполезный бесполезный как бы тир где такой как бы юнит не юнит да то есть как бы зачем он вообще есть то есть ни о чем с это наоборот юнит всем юнитом до самый классный юзабельный супер крутой юнит короче вот он идет в с и а это нечто середина между этим на то есть б это такой середнячок который в принципе хорош но есть и лучше а а это тот что ну лучше среднего но есть какие-то погрехи у него ну и c это которого в принципе можно строить ну он не очень поэтому мы начнем и начнем начнем наверное мы с дрона да вот не пугайтесь я вы не скидываю пока что на с я просто наверх скидываю то что ну ни один рабочий не будет на свой стиле дрон дрон я бы его посадил либо на c либо на d как и пробку узнать я бы с ней я бы ими поспорил то есть у пробки есть преимущество пробки есть преимущество небольшое что она самый простой рабочий да то есть она идет ставит здание уходит и не надо за ней следить ничего не надо делать она может иногда пофатонить то есть может повыигрывать игры иногда вот пробочки решают в принципе какие у них недостатки недостатки их такие знаете что в принципе в поединке рабочих я бы стать оставил вот так вот да то есть вот это если поединок рабочих то есть дрон чемпион среди рабочих но но по факту в игре он ну реально бесполезно это рабочий который убивает сам себя чтобы поставить здание то есть в реальности дрончик идет у нас на d пробку на c потому что она все-таки больше юзабельности имеет в реальных играх то есть мы берем сейчас ладер один на один именно и кстати тернский рабочий у нас на б реально он помещается на б вас расскажите почему это уж на его что-то там следить что-то еще вы понимаете это самый юзабельный рабочий то есть он строит ваше здание он лечит ваше здание он может строить здание где угодно да то есть в отличие от например протаса он ставит только на пилоне ему надо несколько зданий на то есть зерк вообще сам становится зданием это это здание может быть только хэтчери то есть терн может пойти ставить своим рабочим где угодно свои здания он может их лечить он пойдет вместе с вами чизить он пойдет лечить ваших юнитов во время замеса и он пойдет станет куском ну таким пушечным мясом во время пуша да во время алына то есть это самый юзабельный рабочий который юзается на всех стадиях игры не только как просто добытчик или строитель он прям дерется это боевой парень это реально б но выше рабочих конечно стоять не охота кто дальше у нас пойдет в принципе можно пойти либо по тир-1 юнитом либо по всем подряд вообще буду хватать кто как попадется кто как попадется давайте начнем с мазер кора конечно же это юнит который здоровенный он делает вашу армию невидимым прям шикарный шикарный юнит но нет в реальности это бесполезнейший юнит который если бы его не бафнули что его не может вайпер вытянуть да то сейчас его вайпер не может вытянуть я его поставлю на c то есть он в принципе хорош у него есть классные способности но очень редко он может как-то сыграть очень редко он реально делает какой-то импакт в бою и чаще всего на саплай который дает нам мазер корр лучше построить мазершип точнее лучше построить пару дизрапторов или еще кого-нибудь то есть такой юнит мы его не будем подправлять в d то есть я поднескался он очень плохо но скорее c скорее c вайдрей сейчас все ребята из бронзы серебра и золота наверно схватились за голову и такие что черт возьми ты несешь почему вайдрей на d ну вайдрей на d объясняю вам очень просто это самое бесполезный юнит вообще возможно мы сейчас по пройдемся по всем найдем тоже бесполезных вайдрей просто не делает ничего он в замесе нормальным не может даже убить какого-нибудь аверсира да когда его там гидра за два щелка убивает он хоть и стал быстрым он все равно бесполезен да то есть в определенных стратегиях в очень определенных моментиках он может зарешать и сейчас все крикну так с ним же чист не отбивается не отбивать чист не свой дрэй мне отбивается чист с батарейками вот так как у нас есть лист юнитов они зданий то батарейки они помогают вайдреем чистить но без батареек это по полная полная просто мусорка и ну юнит юнит слабейший ужасность бесполезный юнит уже поэтому мы его и не видим три года на профессиональной сцене вообще там одна игра в год максим это это играет хас вот так поехали дальше кто у нас давать бэллинг бэллинг это юнит который просто катится и всех взрывает ну то есть ну согласитесь винт который в принципе не надо контролить да то есть все что нужно понимать о бэллинге это нужно не нажиматься клик а нажимать мы в команду и мы все и этот юнит с любой армии практически разменяется в плюс он юзается в каждом матчапе да в zvz в начале игры да наверное потом тоже против тирана им играют сначала до конца вообще против тоса он там выигрывает вообще катастрофические замесы против архонов сталкеров колоссов на просто наваливается и взрывает то есть но это чистая стир конечно вот тут самый яркий попался архонтик эти архонт архонт отправляется к бэллингу то юниту которого на самом деле нету даже какой-то ну у этого юнита нету контры то есть да есть джосты с емпхой поэтому конкретно против терна я бы его скинул в а потому что госты его будут ну анигилировать свои мпх тем не менее он цену занимает большое пространство если много архонов с разных сторон и всех не за им пешить ну юнит реально у него нету контры никакой то есть то просто жесткий юнит который ну действительно заслуживает быть в ски кто у нас дальше идет этот парень сюда отправится просто я не знаю он медленный бесполезный кусок мяса там что-то может разведать периодически но со скоростью legacy of the void я бы сказал особо он ничего и нам не привносит никакой пользы другое дело зеленг вот он реально может разведать он реально видит все он играется во всех матчапах он может выигрывать gsl и близконы дорог против стация последняя игра 19 дронов 19 дронов и просто алын сами на финале ну то есть вы понимаете зеленг самый быстрый просто юнит которого ты за заказ 1 получаешь 2 который контролирует карту дайте вижу все только чуть-чуть контролить успевай это самый ну это реально с тир в стир также мы отправляем марика то есть просто высочайший дпс огромная возможность для использования как для защиты атаки дропов карасов везде используется очень очень ну полезный юнит кто у нас дальше делать сделал это можно было отправить в стир можно было но в прошлых патчах прошлых патчах он возможно был хорош сейчас я ему не дам больше а просто зилат хорош но все-таки все-таки его убивают бейлинги его убивают марики так или иначе по итогу он выступает только как кусок мяса против тех же мариков не больше а ему не дать он используется в принципе во всех матчапах так или иначе но с большего на сдачу а не потому что хочется его строить да то есть скорее как юнит который ну просто вот больше некуда потратить денег чтобы каких-то солдатиков построить поэтому строим но темнее да естественно крутой поэтому ашку он получает рэйвин 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 давайте по обсервером пройдемся рэйвин обсервер а версия тут есть на есть короче а версия бы я кинул дэшку но у него много жизней у него много жизней у него есть способности в дэшку просто потому что он мне не нравится но на самом деле он будет висеть в бэшке потому что это обсервер которого видно он может кидать еще жуликов которые подсматривают которые ничего не подделать и он реально полезен реально хорош опс в принципе это лучшая детекция в игре но это юнит он занимает лучший ресурс у протаса этот юнит он занимает продакшен у протаса опять же которые очень важен для него да то есть он строится долго вот для того что мы получаем за ту цену которую мы платим строится долго я не знаю я бы обставил на бэшке поставлю на цешку рэйвен и рэйвен и крутые все такое хорошие обилки но вы знаете после патча я бы его скинул в б или в цена венов бен и нам не так и плохо все-таки все-таки рэйвин хорош полезный но рэйвин выигрывает игры за счет своих способностей но это не юнит которого все-таки сейчас хочется строить постоянно много игр и без него выигрывается поэтому мы отправляем б иммортал иммортал у меня наверно пойдет бы или пошел бы в с тир реально используется во всех матча пах он реально жесткий но все-таки согласитесь что такое иммортал и что такое зерлинг ну и mortal по сравнению с зерлингом ни о чем парень поэтому он отправляется в а да то есть у него есть косяки у него есть жесткие контур юнит это у того же имма например те же зерлинги да то есть наверно как отбиваются тымов вот поэтому иммортал только вашки адепт 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 дать пока с ним подождем инфестор короче пару патчей назад когда он делал инвестор терминов он бы оказался здесь сейчас на самом деле не знаю как зерги вот мне интересно мнение зергов каких-нибудь то есть может баситу скиньте этот видос тоже ребята пускай он скажет свой тир лист мне кажется инвестор сейчас на дэшки прям тоже он как вайдрей сейчас стал такой бесполезный кусочек который вроде можно построить для пары обилок то есть может на цешку максимум тянет ну я бы сказал не очень вот призма короче призма должна была идти у меня на с конечно же и она заслуживает быть в стире причем заметьте это юнит который не стреляет это юнт который просто летает просто ну как рабочий да саппорт юнит типа реально она должна быть в эске но если бы я это делал полгода год назад или когда там на прошлых патчах после того как ей порезали хп как на подымали других юнитов призма дохнет за залп минки выстрел туретки призма не может залететь и под турелькой варпануть да то есть она не может отдаться и сделать конец варпа под турелькой то есть медивак может пролететь на тонку дропнуть всех юнитов и сдохнуть да и ты как бы тратишь медивак на то чтобы высадить юнитов призмы ты так сделать не можешь тут налетаешь на любую статическую оборону и у тебя никогда варп не закончится поэтому при на сейчас идет в а потому что все таки забирать юнитов жонглировать это очень круто очень круто то что она может варпать на поле боя то самая жесткая способность которая у процесс и есть и ну вот именно со стороны дизайна нас это конечно крутейшая вещь и она позволяет это делать этом призма у нас идет вашечку так следующий у нас идет кто следующий у нас идет с тир ребята юнит который стоит только минерал юнит который способен лечить кидать map хак за 25 маны который потом распространяется на всю карту пока ты играешь который увеличит твое производство в два раза даже чуть больше чем два раза ну может быть по земле и по воздуху с огромным рейнджом чуть ли не самым высоким в если не самым высоким на самом деле на из наземных всех единиц за это чистый с это он даже вот у меня если их по уровням расположить я бы кинул на первое место поставил очень жесточайший крутейший юнит вот темплар темплар когда-то я бы сказал ашка аэска сейчас к сожалению выше бешки не потянет шторм хорош но емп емп круче поэтому вот этот парень гост у нас идет к нему кстати по соседству идет тоже он хоть и нужен во всех начапах он крутой у него есть юзабилити его можно использовать но все-таки все-таки гост такой своеобразный кекс вот и до бафа темплар над ним повелевал сейчас темплар хуже госта но все-таки он имеет место быть имеет место быть штормы поэтому пускай он остается вот кто следующий следующий нас tempest tempest знаете он как бы хорош он как бы у него даже есть штука которая позволяет ему там играть против зерга на типа ему сделали этот баф чтобы зерга в пробивать но в реальности где-то место вы видите где они там нужны против пары юнитов поэтому к сожалению tempest мусорный юнит то есть никто в него не играет не просто так да когда у них был там супер баф скорости в каком-то патче недавнем да они могли быть в эске они летали как эти как феникс и это было супер круто вот кстати феникс давайте феникс сэшка сэшка типа хороший юнит ну по сути бесполезный по сути сейчас он бесполезен только в паре ситуации против пары юнитов и все адепт знаете адепта адепт идет в б наверно б он в принципе не участник армии каких-то да то есть вот иммортал и зилы архон это в принципе вот вы по этому тир листу можете понять в принципе во что процессы играют на смотрите во что мы пришли играют они вот в это нет никто в это не играет все играют вот в эти вот юниты на вот они стир играют то что это лучше юнита не используется во всех матчапах вот адепты используется в каком-то билде иногда и они потом начинают проигрывать жестко таким ребятам как таракан таракан кстати в с у нас тоже не пойдет естественно зеленый круче таракана намного больше используется но таракан все-таки крутейший юнит быстро максится как его друг равагер который кстати друг равагер кидает шторм который конечно видно куда он кинется но появляется там через секундочку этот шторм без затрат маны и без кулдауна практически это чистый стир на отправим к зерговским юнитом будем потом смотреть сколько кого на веске получилось танк 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 ашка то есть у него есть контра определенная у него но юнит хороший опять же используется практически всегда то есть крутой крутой юнит мародер мародер ашка тоже прям жесткий крутейший юнит у мародер мог бы быть бы конечно в с если бы он стрелял воздух а так к сожалению пока не потянет а он папа папам дезраптор дезраптора сейчас много кто использует он по многих матчапах тащит он прям выигрывает игры переворачивает но какая у него проблема на почему играют дезраптора не потому что он с потому что просто больше нету каких-то нормальных вариаций на самом деле да то есть именно по этой причине дезраптор у нас сидит в башке потому что он способен переворачивать он прикольный крутой но вы вы выше башки его не подыму все на юнит которым надо контролить очень сильно который очень зависит не от вашего контроля то контроля соперника если соперник очень хорошо контроль как бы вы не делали чё дезраптором он все равно бесполезен дарки ну конечно же с конечно же нет конечно же нет но типа это тот юнит знаете dark dark который стоит до хрена очень много стоит за свои деньги он много может принести но только в одном случае да то есть если вот допустим взять минку и дарка то минка за свои деньги может принести раза в два больше чем dark поэтому у нас у так вот и пойдет у нас дарки пойдут вниз в цешку кстати в мусор куда где протоса и зерки пока что только сидят ну вот да ниже минку мы не поставим сильно здесь вместо минки стиробочек сейчас отсюда уберем а где хай будет потому что ну минка круто кто-то может сказать что минка даже али с она используется во всех матчапах и все такое но я бы минку сравнил дезраптором знаете то есть это что-то типа что вписывается просто в билд потому что есть на это ресурсы вот в этот момент она помогает тебе отчета отбиться и там на лишние ресурсы она очень дешевая то есть поэтому ее строят она бы если стоило столько сколько она дает импакта в начале игры я бы никто ну типа если бы она была подороже никто бы ее не строил потому что потом бы она становилась бесполезной вот ну и вот кстати насчет потом бесполезно вот есть такой чувак stalker который опять же вроде супер крутейший но я не могу поставить stalker наравне с узелком или мародером просто вот ну не могу потому что ну он очень быстро откатывается в своей нужности и типа я бы сказал вообще что stalker в принципе stalker как бы он мне не нравился какой бы он крутой юнит не был сам по себе по дизайну и по всем его билкам блин его даже хочется в c потому что знаете против зерга абсолютно бесполезный кусок против протаса там иногда играет иногда не играет но он все равно то есть он как подмешка к дизраптору идет на то есть дизраптор со stalker это типа как подмешечка такая рай ну вот тут немножко это типа надо играть в дизов против тос а буду поэтому строить stalker больше никто с дизами не работает вот и все против терна опять же что ты там строишь ну 6 stalker чтобы защищаться потому что у тебя больше ничего по воздуху не бьет на у протаса stalker цешка цешка бесполезная банша банша к stalker отправляется крутой юнит в классных таймингах вписывается харасит все что надо но в реально бесполезный очень дорогой юнит тоже ну типа выше не поставлю карьер я думаю сразу попал на правильное себе место типа да это супер крутой юнит но ну c ладно c ему дам c дам карьеру все-таки ладно он что-то заслуживает заслуживает какого-то уважения все-таки великолепный батон на и я думаю в цешку отправляется еще и оракл на то есть хотя знаете после нитков я не помню откатили ему или нет но после нитков оракла хочется и в дешку за полу бесполезностью отправить то есть до чего строит ораклов ораклов строит для того чтобы у тебя была какая-то детекция когда ты играешь старгейт сейчас на то есть там уже хараси даже речи не идет даже не знаю на цели надо его скинуть я думаю за 150 газа и 150 минерала он отправляется у нас к темпесту и вайдрею просто ну куском мяса centric хорошие универсальные полезные разведку дает бэшка бэшечка что у нас один протасовский юнит остался колосс колоссах хочется отправить в а в с он никак не пойдет но когда у тебя юнита за 300 минерала и 200 газа может убить пачечка зерлингов которая стоит дешевле но ним по не помойка он хорош я не знаю ну то есть их опять же строит потому что просто-напросто больше сплэша нету да то есть больше нету сплэша но если дизратор переворачивает игру колосс не переворачивает колосс кусок мяса которого может вытянуть вайпер который пойдет ваш куда вайпер у нас на пускай останется прям ну вайпер жесткий тип в ску его можно было бы кинуть но все-таки вайпер не бьет это кастер им сложно контролить он все-таки стоит и ресурсов и до него надо до качаться по тирам то есть я его не могу к вине зерлингом и бейлингом ира лагером отправить но вашки он заслуживает быть и так как он тянет он короче берет и колосса стягивает надо конечно не подумайте на цешку точно люркер бэшка люркеру бэшку даем викинг викинг у нас чистый и честный а это опять же который защитит вас от воздушных харассов который в принципе контрит чуть ли не любой воздух в отличие от его друга тора который должен был контрить воздух но он пойдет вот сюда в дэшку в помойку терминского он пойдет ну вот такой будет у нас так сейчас перемешались перемешались так вот все вроде все честно медивак ну я думаю никто не будет спорить если мы так вот поставим марик медивак все-таки у нас с к на думаю кто-то поспорит и все-таки будет прав все-таки медиваки убиваются сталкерами хоть у них крутые обилки но их все-таки можно обезвредить хоть они и лечат да все-таки медивак мы не отправим не отправим в с в отличие от бруда от ультимативного просто юнита зергов ну прям бруд лорд реально что ты ему сделаешь бороду вот ультралиск идет к туру можно было я бы мог от ультралиска отправить в c мог мог быть почему я его не отправлю в c по одной простой причине c это все-таки ну c а вот зерлинг это с да то есть фишка в том что вам не нужно строить ультралисков когда есть зерлинги зерлинги бейлинги абсолютно заменяют собой всех этих ультралисков уже ну неоднократно рейнеры сервилы доказали поэтому поэтому муталиска у нас идет на башку или ашку вот этот вопрос б или а она в б наверно вы не хочется круг куда-то выше ставить этого друга battlecruiser смотрите battlecruiser я бы чисто физически кинул бы в б возможно но мне хочется выкинуть в а по одной простой причине то есть юнит не используется не они не он пойдет в башку он пойдет башку все-таки потому что он все-таки дорогой и долго строится хотя из воздухов он реально супер крутейший там кинул ямато рекольнулся домой все такое это все круто но все-таки бруды круче да то есть брудам не надо реколиться они приходят атакуют и ты проиграл вот бесплатными юнитами вот эти чуваки их понерфили они в c пойдут грибочки рипер рипер реально это с рифер это с это просто ну если я там говорил про зерлингов самых быстрых они там конечно со скоростью быстрые но рипер просто со старта он дешевый он дает кучу всего и сейчас уже даже риперов используют как часть армии что в твт с то впротив тоса строят 3-4 рипера в начале и они просто выигрывают игру то есть рипер это тот юнит который в принципе появился и он тебя заставляет сидеть на базе что зерга что тоса что терна если он там недоконтролил или еще что то это реально с это прям ну супер жесткий юнит либератор либератор а либератор очень крутой используется опять же практически всегда жестко харасит за свою цену жестко заставляет там напрягаться прям жесткий жесткий юнит как и в принципе гиллион гиллиона можно было пвс но все-таки он геленчики есть у них бесполезность против сталкеров например да сталкеры вот тут у нас циклон циклон а циклон это а потому что ну то же они крутые они опять же используются как в мех составах так и просто как юнит он строится и все он фокусит он разведывает при разведке убивает ключевых юнитов ну он прикольный он прикольный быстрый парень туда же отправляется в а у нас караптор то что он все-таки не так крут как бродлорд но по сути караптор как и викинг это мега контра почти любым воздушным юнитом хелбет но я не знаю для меня хелбет и гелик это примерно одно и то же но гелик быстро и может разведывать хелбет не может на поэтому хелбет у нас идет в б-тир и гидра идет в а-тир по любому рядом с врачом потому что ну потому что она крутейший юнит тоже как и роуч тоже быстро замокситься но все-таки не так крут как зерник и того мы и мы имеем и имеем кто у нас самые мясные бесполезные расы мы имеем здесь внизу до дрон оверлорд и инфестор из в принципе юнитов которые используются а и ультралиск из юнитов которые используются в принципе инфестор и ультралиск два юнита у терана мы в помойку спустили тора на но реально бесполезный но у протаса три юнита эстергиита бесполезный то есть из этого можно сделать вывод что самые норм более-менее по плохости да по никчемности своей в принципе тераны не нормальные не никчемные зерки немножко не очень ну тос и вот просто никчемная да потому что юниты из теракета реально у них бесполезные то есть просто бесполезный тех сэшка да то есть я вообще сразу искал тут есть кто-нибудь кроме протасов но то есть в принципе большая часть юнитов протасов используется очень иногда по нужным ситуациям ты не можешь просто так их строить да то есть если ты затерран и не знаешь что делать ты строишь мариков и вроде все ок затос а ты не можешь строить сталкеров и все ок там даже за тебя придут размолотят вот и все все очень просто здесь у нас хорошие наборы ну и стир да стир показывает нам все как есть да в стире у нас раз два три четыре пять юнитов зерга два юнита терана и один юнит протасов то есть протасы это мясо бесполезное тераны хороши потому что их нету внизу но и вверху они какие-то позиции держат ну и зерги имба собственно вот на этом я думаю вы поняли мое резюме с вами был тет и ну не забывайте там поделиться видосом всем до новых встреч